да прибудет с вами темная сторона силы с вами дарт и мы продолжаем играть зоо тайкун сегодня покажу вам арктических и животных ледникового периода значит начнем с самого знаменитого это саблезубый тигр да они уже мне начали размножаться вот детеныш тут у нас появился саблезубого тигра ну в целом давайте-ка сравним просто по приколу допустим со львом самцом ну смотрите да он он крупнее молодцы ребята заморочились правильно все делали так едем дальше у нас тут какой-то медведь почему какой-то потому что если посмотреть тут его описание то вот он так выглядит и никакой информации о нем нет прикол в том что это спасибо что-то грязно то убираете прикол в том что этот медведь шариком то есть тут он плавает кстати да эти медведи плавают воду и он плавает ему норм не знаю чем разница от обычного медведя а вот это вы наверное подумаете что это какой-нибудь северная лень ну в целом вы правы только это рождественские лень все не побырым описание там написано что елочку он любит да но елочки у меня нет недостаточно приютов уже до большой конюшни вольер уже стало мал фигели блин сейчас все сделаем и и и и и и и и и довольно нет отлично да и кстати наши рождественские олени уже начинают размножаться вот здесь у нас мамонты господи что же вы не убираете то за ними нет не хочет убирать и смотри да у них уже появился детеныш кстати смотри они звучат как тираннозавр из первого парка юрского периода слушайте прикольно я просто хочу посмотреть как мамонтенок выглядит ну такое как маленький с маленьким бивнем прикольно придумали но он гораздо крупнее слоненка так это у нас какая-то гигантская черепа нифига себе у нее озвучка гигантская черепаха какая-то но она водоплава еще в общем она с дедникового периода при этом водоплава еще здесь у нас шерстистый носорог который переведен здесь как длина шерстный и тут у них вроде детеныш но при этом уже такого же почти размеры как немного поменьше но все же почти такой же так ну из арктических животных господи я столько вас понасоздавал чем же заняться в рыбу им добавь это у нас обычный медведь который тоже плавает но кстати он почему-то менее крупный чем вот этот белый медведь а да совсем забыл мне же едьте тут есть это едьте детеныш а это едьте мама и папа не знаю вообще я честно даже не представляю как он выглядит просто они тут такие модельки нарисованы и прямо это щупальца или шерсть такая щи хрен пойми так и вот для сравнения хотя они одинаковы по моему потому что нет не замуж мне показалось так ну и последние два животные арктические то естественно волк озвучка но северного озвучка такая же как у обычного волка которому до этого видео танцует королевский пингвин да я не плавают у нас ну когда плавают видно только вот тушу как он выныривает заныривает в целом все осталось дождаться только когда наша черепашка вырастет ну да у него меньше чем взрослые особи потому что она же гигантская пока что она маленькая будем ждать а пока мы ждем а давайте посмотрим что пишут дети вот это вот это моделька конечно смелодон или зуб нож вообще-то не ноша сабля смелодон перевод как соблю зубы тигр по моему не или эту плев так ну тут ничего нету белый медведь который у нас уже вымирающие виды вымирающий вид считается вот написано что они нуждаются в источнике питьевой воды хотя мой медведь когда я его создавал не попросил не капли пресной попросил только соленую воду видать снег будет кушать так тут ничего серый волк а или арктический полк прикольно считается чистым видом потому что изолирован то есть не скрещивался ни с кем так 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 проедите тут все на английском если хотите переводите вес у него 440 до 8 фунтов а вот почему он так странно выглядит у него тут лицо синее здесь что-то синие в общем сами можете переводить ваш целое описание придумали для существа которого нету не существует ну пока не доказано по крайней мере я бы пипа переводил то только думаю есть смысл то есть или нет я это очень долго буду переводить в плане что очень много времени на это тратит никто это смотреть не будет живет где-то на севере канады но судя по карте в арктике так у нас там не выросла черепаха то нет еще так императорский пингвин так мамонт примигениус ну мамонты кстати неплохая моделька судя по внешнему виду пингвины стали размножаться ну-ка покажите ко мне маленького пингвинчика пингвин четыре уже где третий это какой-то пятый а блин я же первых двух продал да ну-ка вот этот детеныш получается как он выглядит и его поймать но такой маленький сидеть прикольный уже плавает они вообще-то звучит должны быть серые такие это мама не на шаг вот такие они должны быть так шерстистый носорог коэлодонт целодонт вы чё так слушайте и и и и и и и и и так подождите покажите ко мне детеныш их уже дофига я так понимаю вам же до недостаточно приютов так ну и последняя статья про эту гигантскую черепах а это милане а чё на в ледниковом периоде забыл но она жила в австралии но там было очень тепло к чему тут снег и прочее непонятно милане гигантская на 5 метров по моему растала так ну что ж будем ждать когда вырастет наша милане и вернемся к этому моменту так ну вот они и выросли собственно блин чертовы волки покарать всех покарать вот черепахина здоровая чем они и кормят большая трава почти пусто понял в общем так вот миланья у нас тут ну мелковато все равно мне кажется хотя не опасались человека на огромную манну в принципе это все что пока есть следующий раз посмотрим пустынных животных и уже будем начинать смотреть морских я их как-нибудь поделю потому что их очень много да посмотрим как нибудь надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу канал ссылка будет в описании с вами был дарт сидиус увидимся в следующем видео и всем пока а